Распылить украинские силы до того, как российская армия начнет наступление. Таков по оценке аналитиков Института изучения войны стратегический замысел российских военачальников во главе с Владимиром Путиным. Для того, чтобы его реализовать, Путин попытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу. Аналитики не исключают, что для этого российские силы предпримут атаки через границу в северо-восточные районы Украины. По мнению института, тут Путин преследует две цели. Прижать украинские силы к границе, подальше от основного театра боевых действий на Донбассе и продолжить внутренние информационные операции, направленные на российскую аудиторию. То есть тут российский президент преследует две цели – военную и политическую. 1 февраля Путин провел совещание, на котором поручил Минобороны ликвидировать возможность обстрела в территории России и Крыма. На видео встречи с чиновниками обсуждали восстановление инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. Там есть разрушения, проблемы с водой, теплом электроэнергии, как говорит Путин, из-за украинских обстрелов. Однако официально украинская сторона не подтверждала, что наносит удары по приграничным территориям России. На совещании Путин сказал, что прекращение обстрелов – это дело военного ведомства. Буквально недавно жительница Белгородской области записала обращение к президенту, где рассказала, как люди живут в приграничных районах. Белгородской области, конкретно город Шибейкино, Шибейкинский район, идут каждый день обстрелы. Дети боятся. Мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые. Никаких мер не принимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия. Почему нас, можно сказать, бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну. Женщина жалуется, что ехать в спокойные регионы России не хватает средств, финансовой помощи государство не предлагает. Но есть один момент. Эта Россия начала войну и напала на Украину, а не наоборот. И смелая жительница Шибейкина это понимает. Она ни разу за все трехминутное обращение не обвинила Украину. Просила только, чтобы государство Россия, которое так рьяно «защищает» жителей Донбасса, обратила внимание и на Шибейкина, которая точно так же, как и Донбасс, страдает из-за развязанной Путиным войны. Американские аналитики отмечают, что информационная операция, направленная на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, должна обеспечить внутреннюю поддержку затяжной войны. То есть это и есть политическая цель Путина, который спустя почти год полномасштабной войны вдруг заговорил об опасности украинских обстрелов в приграничных территориях. Военная цель – это, очевидно, эскалация со стороны российских войск из Белгородской, Брянской и Курской областей. Аналитики предполагают, что это будет отвлекающим маневром, чтобы распылить украинские силы от критически важных осей наступления и заставить Украину развернуть ограниченные подразделения вблизи границы, чтобы сдерживать там россиян. Но главной целью Путина все равно остается не Харьков или Киев, а Донбасс. Он отдал приказ до марта захватить Донецкую и Луганскую область. Такой информацией располагает украинская разведка, заявил представитель ГУРМИН обороны Украины Андрей Черняк в комментарии украинским СМИ. Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны. Туда передислоцируют дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.